Стартовал 13-й международный экономический саммит «Россия, исламский мир, Казан-саммит». Казанские социологические чтения. В Казанском университете прошла 5-я международная конференция. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Сабина Хасанова. Казанский федеральный университет в рамках рабочего визита посетили несколько делегаций. Делегация в главе с чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Назихом Эль-Нагари. Делегация посольства в главе с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в России господином Гул Махмадзады Давладшахи Курбанали. Делегация посольства Бенина в Российской Федерации. Обсуждались вопросы сотрудничества обеих стран в научно-образовательной сфере. Стартовал 13-й международный экономический саммит «Россия, исламский мир, Казан-саммит». О индустрии халяль, развитии экспорта и подписании меморандума смотрите далее в сюжете нашего корреспондента Карины Саяховой. Более 10 лет международный экономический саммит России «Исламский мир, Казан-саммит» объединяет десятки стран и решает вопросы международного характера. 19 мая он стартовал в 13-й раз в городе Казань. Саммит проходит на территории Международного выставочного центра «Казань-экспо». Первый день мероприятия начался с церемонии торжественного открытия международной выставочной экспозиции индустрии халяль «Раша-халяль-экспо», в которой принял участие президент Татарстана, председатель группы стратегического видения России «Исламский мир» Рустам Минханов. Далее было проведено пленарное заседание, церемония открытия 8-го Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации Исламского Сотрудничества, а также открытие 6-го форума молодых дипломатов стран Организации Исламского Сотрудничества. Ключевыми темами деловой программы саммита традиционно стали исламские финансы и партнерский банкинг, молодежная дипломатия, индустрия халяль, а также развитие экспорта. В работе саммита активное участие принимает и Казанский федеральный университет. Одним из основных процессов, состоявшихся на саммите, является подписание меморандума о взаимопонимании организации по бухгалтерскому учету и аудиту Исламских финансовых институтов и Казанским федеральным университетам. Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев и директор по разработке стандартов Исламских институтов Мухаммед Хажбакир заключили соглашение между организациями, которые дают возможность реализовывать различные образовательные программы и дисциплины, связанные с исламскими финансами. Надо отметить, что эта организация Айофе подписывает такие договора с только отдельными, с некоторыми университетами, которые соответствуют высоким стандартам качества образования. И надо отметить, что в России Казанский федеральный университет – это первый университет, с которым Айофе подписал подобный договор. Для нас это действительно важно, это открывает широкие возможности кооперации с университетами, которые занимаются исламскими финансами в арабском мире, в персидском мире, в странах Центральной Азии, поскольку фактически это устанавливает для нас единый стандарт и единый язык общения. Отметим, что во второй день саммита пройдет круглый стол по вопросам развития исламских финансов и адаптации их механизмов. Параллельно с этим пройдет секция, посвященная тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии через призму экономических, духовных и культурных связей регионов России с государствами мусульманского мира. Обе эти секции курируются Казанским федеральным университетом. Саммит пройдет с 19 по 21 мая. В нем примут участие представители 65 стран и представители 55 регионов России. Проведение международного экономического саммита – это всегда укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей Российской Федерации и стран-организации исламского сотрудничества. В этом году спикерами выступили политики, эксперты и бизнесмены России, Туркменистана, Королевства Бахрейна, Республики Судан, Турции и не только. В сравнении с прошлым гибридным годом этот объединил более 5000 участников. Карина Савехова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казанском университете прошла пятая международная конференция «Казанские социологические чтения». Подробно смотрите в нашем сюжете. В Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла пятая международная конференция «Казанские социальные чтения. Современная социологическая наука. Ключевые тренды и перспективы исследования общества». Конференция была разделена на пять секций. В сегодняшний день накопилось, наверное, очень много вопросов, которые задают себе социология, о том, какие проблемы есть у современного общества, конкретно у молодежи. Моя секция, например, касается молодежных проблем. Я рассказываю о том, какие есть проблемы в области социализации молодежи студенческой, в современных вузах Российской Федерации. Социологические чтения стали традиционным мероприятием, которое вызывает ажиотаж не только среди российских, но и зарубежных исследователей. С каждым годом вопросы социологических встреч становятся все более актуальными, так как в современном обществе многие проблемы требуют детального анализа с социологической точки зрения. В конференции приняли участие научные сотрудники и преподаватели высших учебных заведений, а также молодые ученые и аспиранты. «На самом деле, очень волнительно выступать, особенно вообще в целом в перебрасных научных конференциях. Хочется посмотреть, как это вообще делается, как это происходит, какие работают других участников, что вообще актуально сейчас для социологов, в том числе не только от Ростана, но и России. Пока больше волнения, наверное». Подведение итогов конференции состоится 21 мая. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В КСК КФУ «Уник» состоялся круглый стол по междудисциплинарному взаимодействию Ассоциаций студенческих научных кружков. О том, как все прошло, узнать в сюжете с Абиной Гасановой. В КСК КФУ привели заседание, тема которого стала развитие междисциплинарных проектов в рамках студенческого кружкового движения в университете. На мероприятии присутствовали представители студенческих кружков, преподаватели и сотрудники КФУ, которые напрямую связаны с научной деятельностью. Каждый из них выступил со своими предложениями по улучшению междисциплинарности. В каких направлениях они могут развиваться, в каких направлениях и как они могут делать совместные какие-то проекты, междисциплинарные проекты. Ключевой роль в развитии науки играют студенческие научные объединения. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете успешно функционирует более 120 студенческих научных кружков. Для сплочения и улучшения работы всех кружков была создана Ассоциация студенческих научных кружков Казанского федерального университета. Мы проводим различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы развивать студенческое кружковое движение. Мы проводили уже различные проекты, семинары, мастер-классы, школы активов. Напомним, что Ассоциация студенческих кружков Казанского федерального университета была создана 19 октября 2021 года. Сабина Гасанова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Сегодня сфера общепита терпит убытки и потери. Многие работодатели ищут альтернативный способ удержания бизнеса на плаву. О том, как обстоят дела кофе-форматы 2GO в следующем сюжете. Продажа кофе – один из самых выгодных бизнесов в мире с прибылью в 300%. По крайней мере, такой процент заработка был гарантирован два года назад. Управляющие сетей не видят серьезных проблем с поставками. Но без повышения цен на ассортимент не обошлось. Если говорить про сегодняшний момент, естественно, ни кто цены понижать не стал. Цены фокусировались на какой-то одной цифре. Сейчас у нас проблем с верном нет. У нас поставки довольно-таки стабильные. У меня рост цен пока не наблюдалось. Сегодня портрет клиента кофе-информата 2GO – это человек, который по пути или в рабочий перерыв решил взбодриться порцией эспрессо. Также студенты и поклонники определенной сети. Вынужденное повышение цен на ассортимент может грозить снижением потока посетителей. Тем не менее, многие ценители кофе полностью не намерены отказываться от услуг кофе-ин. Исчезновение полного отрасли ждать не стоит. Понятно, что прибыль несколько упадет. Здесь уже много очень будет зависеть от конкретных бизнес-решений. Большинство игроков рынка разрабатывают альтернативные способы фиксирования цен. Например, уменьшение объема или замена расходного материала. Кофеин могут при росте цен на сырье, при увеличении затрат на логистику, они все равно могут не так сильно повышать стоимость. На рост цен кофейных напитков также повлиял ажиотаж. Руководители кофеин в страхе остаться без главного сырья начали массово скупать зерно. Поэтому полное закрытие сетей кофеин не планируется. Понятно, что раньше там была логистическая цепочка из одной страны напрямую в другую. Сейчас проблема. Надо подключать еще дополнительно три страны, из-за чего соответственно цены будут увеличиваться. На данном этапе управляющие стараются стабилизировать процент вырученных денежных средств, чтобы приблизиться к исходному проценту окупаемости. Напомним, что Россия входит в число топ-20 стран по развитию культуры употребления кофе. Также ежегодно этот показатель увеличивался на 2%. Надежда Казаева, Универньюз. 20 июня стартует приемная кампания в Казанский федеральный университет. Отметим, что в прошлом году КФУ повысил показатель среднего балла относительно предыдущих приемных кампаний. Но в 2021 показатель был на уровне 81,5 балла для бюджетников. У нас есть федеральная система физгия ЕГЭ приема. И при подаче заявления на баллы ЕГЭ, предметы ЕГЭ мы забираем при помощи этой автоматизированной системы в автоматическом формате. К абитуриенту требуется подать заявление, где уже предопределен набор вступительных испытаний в формате ЕГЭ. И мы забираем в целом его результат и применяем к его заявлению. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok